Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Ну вот это жесточайшая трагедия, Салтанат Нукенова и сейчас Бешимбаев, муж ее в суде, конечно, она не остыла равнодушным никого, еще раз повторю, вчера я первый раз снял об этом видео, и то количество обращений, которое пришло из разных стран, Белоруссия, Россия, Казахстан, естественно, да и остальные страны, конечно, очень много людей следят за процессом, здорово, что дело на контроле у президента, процесс впервые, это прецедент для судебной системы Казахстана, такой открытый процесс, это экс-министр, я напомню, которого подозревают в убийстве жены. Ну, многое, конечно, уже здесь всем понятно, но тем не менее, еще раз повторюсь, что только суд может вынести вердикт, на основании которого мы можем утверждать виновность или невиновность того или иного человека, потому что будем, поэтому будем говорить подозреваемый в соответствии все-таки с законом. И вот я, вы знаете, прочитал статью, но это невозможно считать спокойно, у меня впечатление, что Салтанат Нукенова замечательнейшая, абсолютно такая, знаете, с такой доброй энергетикой, лицо очень такое, еще раз повторюсь, доброе, очень красивая молодая девушка, женщина, как будто она обращается к обществу, как будто она обращается ко всем в надежде, у меня такое возникло ощущение. Это личные заметки ее в телефоне, которые зачитала, значит, прокурор, и впечатление такое, что вот у меня было ощущение, как будто ее голос звучит к тем, кто так ее и не услышал. Значит, прокурор Айжан Аймаганова зачитал личные заметки погибшей Салтанат Нукеновой в убийстве, которое обвиняют экс-министра Куандыка Бешимбаева. В столичном суде перешли к осмотру телефона, все это уже было, это уже прошло, вот ближайшие пару дней вот это происходило, к телефону Салтанат Нукеновой, зачитав некоторые фрагменты переписки, погибшая прокурор перешла к ее личным заметкам, то есть это даже не просто переписка, это ее заметки, ее мысли. Заметка вот 10 октября 23-го года. Куандык, я уезжаю в Павлодар, насовсем. Эти дни я поняла, что больше чувств нет, сохранять мне нечего. Сохранять мне ничего не хочется, а значит, не можется. Ты даже не извинился, не предпринял ничего за свою измену, только обвиняй во всем меня и настаивай на психотерапевте. Ты настолько слеп, что я больше не могу это выносить. Прости меня, забудь меня и отпусти, пишет Салтанат. Я сделала жирную точку, я буду с родителями, они за мной присмотрят. Вот как она чувствовала в определенной степени, и просто это нужно было сделать точку и нужно было ее поставить. Ну, у нас как обычно бывает, что человек верит в лучшее. Куандык Бешимбаев заявил, что в тот период Салтанат Нукенова ушла на несколько дней пожить в гостиницу, поэтому он не стал ее ждать и пригласил гостей к себе домой. Ну, по поведению человека, по его показаниям, когда она лежала, хрипела, он пошел перекусить. Собственно, многое становится понятным. Жена ушла из дома, если это любимая жена, ты будешь гостей приглашать. Ну, вот ответ же здесь на поверхности. Его адвокат Ерлан Газымжанов подчеркнул, что в заметке явно отражается ревность погибшей девушки. Вот понятно работа адвоката защищать, но в данном случае как спать потом, а не как спят-то потом, что отражается ревность погибшей девушки. Здесь боль погибшей девушки отражается. Здесь отражается ее огромная-огромная боль, страдание и терпение. Вот что здесь отражается, но никак не ревность. Потому что если она говорит об измене, а он ее отправил к психотерапевту, он ее за дуру, что ли, принимал совсем? Вы уж меня простите. С чего вы делаете выводы, что Салтанат ревнует? Там нет ничего о ревности. Там речь идет, ты мне изменил. Не надо вводить в заблуждение, сказал адвокат потерпевшей страны Жанна Уразбахова. Молодец. Заметка Салтанатной Кеновой от 11 октября 23 года. На следующий день. «Пока я ждала и верила, что все у нас наладится, уже все мы осветили свою историю. Действительно могло бы наладиться, когда ты к июле успокоился, был добр ко мне, но ты не поверил, когда я просила вернуться и остаться. Ты послушал маму, так как мама уже переживала за тебя. Ведьму эту Гульнару, которая как тапочек переобулась в воздухе. Я и маме не говорила, что не люблю тебя, мне тебя жаль, но она уже хотела, чтобы мы расстались, так как ты устраивал им террор, и дети уже все видели. Ты всем поверил, но не мне, что я раскаиваюсь из-за уходов. Это из-за старых паттернов, из-за того, что я была на стрессе бесконечным. И в Алматы на стрессе, когда хотела один раз выспаться по-человечески. Из-за того, что я ревновала, и из-за твоего шантажа, и того, что я начиталась. Из-за того, что я не в браке и никак не защищена. Из-за того, что перед всеми выгляжу плохой. Из-за всей этой обиды я сама извинилась перед тобой. Но ты решил избавиться от меня, а не получилось. Теперь от тебя избавлюсь я. Погуляю, погуляю, поищу, может замену. Если вдруг не найду, вернусь к тебе. Хорошо? Хорошо. Но это боль, это женское такое. Знаете, это больше даже не, скажем так, что она что-то сделает. Это просто она попыталась его задеть. Для того, чтобы показать ему, как ей больно. Как он ей делает больно. Куандык Бешимбаев, комментируя заметку, отметил, что Султанат Нукенова начиталась в статье и книг на тему нарциссизма и начала все преувеличивать. После прокурора зачитала заметку Султанат Нукеновой от 20 апреля 23 года. Привет, Джаным. Я тоже смотрю на фотографии, сердце болеет. Я люблю тебя. Ценю все, что ты сделал и делаешь для меня. Усилия и твои старания тоже вижу. Но я устал от вынужденных выяснений отношений, постоянных доказательств своей любви и оправданий. Это не жизнь. Я не твоя игрушка, не твой ребенок. Меня шугать постоянно и одно и то же повторять. Я не слабоумный, если ты не заметил. Я не хочу служить, что и как мне надо делать 24 на 7, когда я сама знаю и все усвоила. После каждой ссоры я сутки прихожу в себя. Мне потом надо заниматься своими делами, встретить тебя с улыбкой и, не дай бог, я буду уставшая. Для того, чтобы любовь и брак принесли долгосрочное счастье, нужен фундамент из доверия и уважения. Иначе зачем наши усилия? Все рухнет, как карточный домик. Нам надо научиться быть опорой друг к другу, а не воевать между собой, как два недоумка. Мы вроде так много говорим о наших отношениях, и вроде как понимаем друг друга, но я все равно пребываю в стрессе от постоянных придирок и ссор. Я говорила, что остро и болезненно воспринимаю наши конфликты. На этой почве у меня начались нервные срывы. Но я люблю тебя, и поэтому в свою очередь буду стараться работать над собой, выполнять все то, что ты просишь, потому что для меня важно твое спокойствие и твое счастье. Вот, друзья, что я хочу сказать. Здорово, когда важно твое спокойствие и твое счастье. Но помните одно. Не нужно забывать в погоне за твое счастье и твое спокойствие о своем счастье и о своем спокойствии. Вот если бы она в какой-то момент проявила немножко эгоизма и подумала о себе, о своем счастье и своем спокойствии, возможно, этого бы не случилось. Видимо, она была хорошо воспитана, как настоящая девушка, которая понимала, что спокойствие и счастье мужчины – это важнее всего. Старалась сделать все, что можно. В данном случае все заметки эти характеризуют ее как исключительно положительную жену. Она даже говорит, что я не жена, не защищена. Она хотела, видимо, быть официальной его женой. Очень порядочная, добрая, воспитанная, замечательно воспитанная девушка. Что здесь скажешь? Здесь больше ничего не скажешь. Ну и то, что какой он человек был рядом – это просто ужас. Это просто ужас и все. Это я еще раз скажу. Вот я, это мое мнение, это просто мученица. Это просто мученица. Что она приняла, скажем так, в конце. Она, видимо, уже понимала, мне кажется, что выхода никакого нет, что в покое он все равно не оставит. Друзья, что вы думаете на все еще? И вот у меня возникла, когда я читал, у меня в какой-то момент возникла такая мысль, что как будто я, как будто это обращение к нам с вами, вот как будто она, не находя, не имея возможности, не понимая, к кому это можно обратиться и к кому адресовать это все, как будто… Ведь это не переписка, еще раз скажу, это просто ее заметки. То есть она писала свои мысли, обращаясь вот таким путем. Как будто она обращается к людям, правда ведь? Как будто она обращается к людям. Не к нему, а к людям. У меня было такое ощущение. Очень большая трагедия, конечно. Друзья, что вы думаете, на все еще пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой сайт Будда Гришна.ком. Для бизнесменов-предпринимателей там есть достаточно интересное предложение. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые уже сегодня могли стать вашими, посмотрите мое видеообращение, заинтересует, пишите. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости круглосуточно. Политика, не только политика, с моими комментариями. Новости из всей сети, все самое интересное. Это полноценный канал. Очень много тем здесь нельзя рассматривать. Мы рассматриваем их там, поэтому подпишитесь. Я думаю, вам будет интересно. Встретимся в телеграм-канале Будда Гришна. Новости. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.